Часть пятая. Бейтмаксир. Третья атака. Две первые атаки на Бейтмаксир окончились неудачей. Учитывая борьбу вокруг отставки Галиле, можно было опасаться, что это дорого обойдется Пальмаху. Требовался немедленный успех. На этот раз в атаку на Бейтмаксир были брошены силы обоих батальонов бригады. Рабин не командовал операцией, он только наблюдал из командного пункта в деревне Абу-Гош. Командовали Амихай и Табенкин. Сноска. Батальон Табенкина был усилен ротой пятого батальона. Впоследствии он с гордостью и без должного основания скажет, что первым в войне командовал действиями в масштабе бригады. Конец сноски. План атаки был изменен. Рота пятого батальона должна была захватить высоты 21 и 16 и фланговым огнем обеспечить продвижение баннера вдоль дороги Сарис-Бейтмаксир. Русак, комбат-5, выделил для операции роту Зифица Фрира. Командовал ударом его заместитель Исахар Шадми из Ка. Шадми. После того, как четвертый батальон провалил дело, мне поручили взять высоты 16 и 21 в надежде, что Ури Баннер, в конце концов, подойдет к высоте Масрек и займет ее. Я предложил атаковать с запада, а не с востока. Мое предложение было принято. Конец цитаты. Несмотря на решительный тон приказов, рота Баннера опоздала и в эту ночь, по крайней мере на два часа. Между тем, рота пятого батальона под командованием Шадми совершила обход с запада. В час тридцать Русак сообщил Амихаю, что высота 21 взята. В это же время Табенкин доложил, что Баннер находится на высоте 13 и еще не занял высоту 15. Табенкин потребовал, чтобы Шадми занял высоту 16. Табенкин снова сорвал график наступления. Русак доложил в штаб бригады, что он не может взять высоту 16, но собирается организовать беспокоящий огонь по деревне Бейтмаксир и установит станковый пулемет. Табенкин настаивал на своем. Если пятый батальон не возьмет высоту 16, он не сможет атаковать Масрек. Споры по радио затягивались, и, видимо, это и было причиной опоздания Баннера. В ночь, когда наконец-то начинался бой за Бейтмаксир, Рабина интересовали совсем другие вопросы. Боем командовали другие, а он посылал в штаб Пальмаха телеграмму с просьбой спустить Хорель в Тель-Авив для организации отдыха. В штабе Пальмаха обещали нажать в кавычках на генеральный штаб. Как именно представлял себе Рабин реорганизацию бригады, мы не узнаем никогда. Дорога на Тель-Авив была открыта только в июне. Рабин к тому времени был уже официально отстранен от командования. Тем временем продолжались споры по радио. В 2.30 Амихай потребовал от Табенкина «Доложи немедленно о продвижении войск к высоте 15». В 3.10 Табенкин снова потребовал взятия высоты 16. «Иска обязан взять высоту. Я полагаю, что на местности вообще нет противника. Броневики идут вперед. Минометы открыли огонь по высоте 16, но оттуда нет никакой реакции». Шадми начал подводить роту к высоте. Русак попросил, чтобы бойцы 4-го батальона прекратили огонь. В 3.40 Русак получил доклад с поля боя. «Слышны выстрелы в направлении высоты 16. Иска продвигается. По нему не стреляют. Огонь ведется со склона высоты по броневикам на шоссе. Все идет по плану. Удалось отвлечь противника». Конец цитаты. В 4.20 Русак доложил в штаб. «Рота атакует высоту». Впоследствии Иска сказал. «Есть миф о боевом братстве. Не было этого братства. Четвертый батальон не помогал нам. Даже оружие со своего склада они нам не дали. Четвертый батальон провалил бой за Бейт-Максир. Поэтому послали нас. Мы пришли, сломили арабов. И тогда пришел 4-й батальон». Конец цитаты. Только в 4.25 Табенкин доложил о взятии высоты 15. Начинался рассвет. И вместо того, чтобы атаковать на заре высоту 17, Масрек, рота баннера, оборонялась весь день на высоте 15, которая сама по себе не имела большого тактического значения. Табенкин и Амихай еще надеялись взять Масрек под прикрытием утренних туманов. Они вызвали авиацию в надежде, что бомбардировка с воздуха напугает арабов и баннер сможет атаковать пустые позиции. Два легких самолета прилетели, но не смогли найти целей, скрытых в тумане. Сноска. Баннер хотел использовать утренний туман в точности, как и поза в бою за небе Самуэль. Туман скрывает нападающих, но исключает использование самолетов. Кроме того, бомбардировка уничтожает фактор внезапности. Решения Баннера и Табенкина были внутренне противоречивыми. Конец сноски. Между тем, арабские силы стекались к месту боя. В Дир-Аюб и Ялу пришла боевая группа силой до двух батальонов из подразделений армии спасения Палестины в кавычках и бедуинского племени Эль-Хаата, всего более 800 человек. Командовал ими иракский полковник Салах Маади. У него было 4,75-мм орудия французского производства и два броневика с двухфунтовыми пушками. Орудия в корне изменили соотношение сил. Таким образом, неудачи первых атак привели к тому, что операция в целом не выполнила поставленных задач. Маади атаковал высоты, занятые 5-м батальоном к северу от шоссе. Нерегулярное ополчение, собравшееся в Бейт-Максир, атаковало высоты 16 и 21. А Михай вызвал самолет Норман для бомбардировки грузовиков, полных арабами, в районе Латрун. Беда была в том, что в то же самое время колонна английской армии, прикрываемая сверху двумя истребителями, спускалась из Рамаллы в Латрун. Летчики Нормана доложили, что они видят цели и переходят в атаку. Сразу после этого самолет резко уклонился на восток, пикировал и разбился на одной из гор. Официально считается, что имела место техническая неполадка, но вполне возможно, что его сбили англичане. Самолет нес бомбы нового типа, поэтому на борту, кроме двух пилотов и штурмана, находились фотограф и два инженера военной промышленности. Все шестеро погибли. Отделение Пальмаха, высланное к месту падения самолета, наткнулось на арабов, понесло потери и отступило. Сноска Самолет Норман был одним из немногих настоящих в кавычках самолетов Ишува. Его потеря была тяжелым ударом для Хаганы. Конец сноски В это время два орудия Магадий обстреливали высоту 15, прижимая к земле роту Баннера. Орудия использовались самым примитивным способом. Они были установлены на высоте между Дир-Аюб и Ялу и вели редкий огонь. Журналист Кеннет Билби был очевидцем боя. Цитата Конец цитаты Упорные атаки на высоте 16 и 21 продолжались весь день. К вечеру стало очевидно, что силы деревенского ополчения сломлены. Тем временем удалось поднять давидку и трехдюймовый миномет на высоту 16. В 23.00 был открыт минометный огонь по высоте Масрек. В полночь рота Баннера начала атаку. Ее встретил пулеметный огонь, но когда она подошла на дистанцию броска гранаты, арабы бежали. В 00.45 Баннер доложил Табенкину «Мы заняли почти всю высоту». Рота Баннера, усиленная резервными отделениями, атаковала Бейт Максир. Деревня была почти пуста. С высоты 20 арабы продолжали вести огонь по атакующим. В 00.00 Табенкин докладывал «Мы захватили 30 домов. Нужно большое количество взрывчатки, чтобы взорвать дома». В 00.30 Рабин сделал попытку вмешаться в ход сражения. Он доложил Ядину «Противник оказал сильное сопротивление». По его словам, бойцы Табенкина уже взорвали 70 домов, но сопротивление продолжается. Поэтому Рабин просил послать самолеты и бомбить деревню. По его собственным словам, в деревне находились и пальмахники. В таких условиях координация действий авиации и пехоты является чрезвычайно сложной задачей. Для самолетов Хаганы, не имевших серьезных прицельных устройств и при отсутствии оперативной связи с войсками, она была попросту невыполнима. Иными словами, Рабин вызывал самолеты бомбить собственные войска. Между тем, пальмахники бригады Хорель продолжали продвигаться в деревне Бейтмаксир. О том, что происходило там, рассказал Эзра Ницан. Икс расхаживал по деревне с ножом и резал арабов. Убивая, он каждый раз приговаривал. «Это за симбола!» «Это за симбола!» «Это за Ариэли!» «Я сам видел, как он поймал слепого араба и искалечил его». Группа ворвалась в мечеть, и они изрешутили автоматными очередями всех, кто там был. В этой мечети собрались калеки. Все были убиты там. Обнаружилось, что у Игрек дурная натура. Ему подошло бы быть среди черных, в кавычках, арабского отделения пальмаха. В Бейтмаксир он отрезал уши у трупов, положил их в пачку от сигарет и угостил, в кавычках, политрука Бенни Маршака. Конец цитаты. Ицхак Браун и Ури Бугин рассказывали, что Икс убил старика-араба на глазах у всех. Левак, в кавычках, Йорам Канюк, спорил с ним и просил не убивать арабов. Йосеф Табенкин в беседе с автором признал, что в Бейтмаксир были и убийства, и грабежи. Ровно месяц до этого Эцель и Лехи взяли Дир Ясин. Тогда пошли слухи о резне и грабежах. Пропагандисты левых партий превратили эти слухи в факты, в кавычках, и возложили ответственность, в кавычках, на правую идеологию. Теперь в Бейтмаксир действительно были и убийства, и мародерства. Но какая разница? Никто об этом не узнал и не кричали о фашистском предательстве, в кавычках. Пора понять, что мы стоим перед фактом сознательного создания и поддержания политического мифа, сверхзадачей которого является политическая власть в стране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова